Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело» в студии Елены Сорокина. В Башкортостане обсуждаются поправки в закон о пчеловодстве, которые направлены на развитие бортничества и сохранение бурзианской бортевой пчелы. Что даст новый законопроект бизнесу? Насколько выгодно и почему интересно инвестировать в бортевое пчеловодство? Также о перспективах развития отрасли будем говорить сегодня с нашими гостями. С инициатором законопроекта, заместителем председателя Комитета Госсобрания Республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфиной Шагаповой. Руфина Альковна, здравствуйте! Здравствуйте! И с генеральным директором группы компаний «Башкирские пасеки плюс» Сергеем Мулюковым. Сергей Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! На скайп-связи с нами директор Института биологии РАН, доктор биологических наук Василий Мартыненко. Предлагаю беседу начать с вопроса ему, Василию Мартыненко, ученому. Василий, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему так много говорят о бурзианском меде и почему Башкортостан может потерять свой уникальный ресурс – бурзианскую пчелу? Дело в том, что в последнее время хорошо развиваются транспортные разные пути и бурно-лесную зону, где сохранилась бурзианская пчелу, и все чаще-чаще заводятся пасеки с другими пчелами. Это карпатская пчела, значит, кавказская пчела и другие по роду пчел, которые скрещиваются с бурзианской пчелой. В итоге происходит метизация, и вот это потомство метизированное, оно, к сожалению, генетически выработанное, как нами, вот это генетически выработанное способность выживать в суровых условиях уральской зимы. И просто-напросто оно со временем, конечно. Так эффективно кавказские, карпатские пчелы на линии работают, конечно, как бурзианское пчела. Это первое. Второе – бурдничество – это уникальный народный промысел, это самый уникальный бренд. И сохранился сейчас, на сегодняшний день, только в республике Башкортостан. Спасибо большое. Спасибо, Василий. Василий Мартыненко, ученый, обозначил проблему. Мы много говорим о бурзианском меде. А какой процент в общем обороте в республике меда, Сергей Георгиевич? На самом деле, если взять статистику, процент небольшой. Бренд бурзианский мед, он есть, но это не больше 5% от общего тоннажа меда, собираемого с территории республики Башкортостан. И сейчас на законодательном уровне мы предпринимаем усилия, чтобы увеличить этот объем. Правильно я понимаю? Ну, пока вот я вот хотела сразу начать с комментариев, то, что Василий Мартыненко сказал. Это абсолютно правда. Действительно, он объективно изложил ситуацию. Тут ведь надо сейчас закон, вот этот законопроект, он прежде всего направлен в целом на сохранение, не только на брендирование самого вот этого народного промысла. Там есть вот понятия, ну, понятия такие, борд, колоды и так далее, и так далее, народный промысел. Но на сохранение самой бурзианской пчелы. Хотя надо отметить, наверное, что это только первый шаг еще, который мы должны сделать сегодня, начать с этого законопроекта. Рафинальковна, я вот подумала, что для обывателя возможно сейчас, ну, что, больше проблем нет, да? Мы говорим о сохранении там пчелы какой-то. Но надо понимать, что бурзианский мед, бурзианская пчела, это миллионы для бюджета республики возможные, да? Это возможности для бизнеса интересные. Конечно, но для того, чтобы тот же самый инвестор мог войти, он должен понимать, что это долгосрочный будет проект. И он должен понимать, что все сделано в республике для сохранения бурзианской пчелы, вот этой среднерусской, да, и для развития этого вида как бизнеса. Инвестор это должен понимать, и мы должны подготовить ему эту площадку. Сегодня в республиканском законе о пчеловодстве нет вот этих понятий даже, что она у нас не признана как народным правом. Ну, вот давайте, да, об основных изменениях, об основных положениях, и, в общем, как закон может спасти бурзианскую пчелу. Ну, я еще раз подчеркиваю, это, конечно, важный шаг, но он еще только первый шаг. Вот понятия мы утверждаем в этом законопроекте. Основные понятия будут закреплены. Бурзианской пчеловодства, бурзианской пчелы. Ну да, вот у вас есть бурзианской пчелы, народный промысел. А еще такими принципиально важными моментами являются то, что направлено на сохранение тех деревьев, где как раз-таки вот эти колоды висят, либо искусственные, либо в дупле сделанные. То есть вырубка запрещается. И ведение учета этих деревьев. Тут, конечно, механизмы будем дорабатывать, но само предложение, принципиально, оно важные вот эти моменты. И, конечно же, не менее важным моментом является предложение в этом законопроекте, то, что за основу, приоритетной для разведения, расположения именно особенно в горных районах Республики Пашкортостан, именно признавать вот эту среднерусскую пчелу, так называемую аппис мелифера мелифера, вот эту темную пчелу среднерусскую. Это и есть бурзианская пчела. Это и есть бурзианская так называемая пчела. Ну, Сергей Георгиевич, может быть, да, подвид. Это подвид аппис мелифера мелифера, и есть бурзианская популяция подвид этой пчелы. Вот эти вот изменения в закон, закрепление основных понятий бортьевого производства меда, как медоносному бизнесу может помочь? Знаете, ну, я думаю, что это в лоб напрямую не поможет медоносному бизнесу. Это поможет сохранению нашей уникальной визитной карточки Республики. Это наша изюминка, это место притяжения, которое можно многократно расширять, увеличивать. Здесь немножко я бы не стал вбивать клин между башкирскими пчеловодами и башкирскими бортьевыми пчеловодами. То есть, на самом деле, мы одна большая дружная семья. И если говорить о какой-то там помощи пчеловодам или субсидиями, о чем вы будете, наверное, спрашивать, нужно говорить о том, что последние два года, два с половиной, башкирским пчеловодам никакой помощи вообще не оказывается. Ни рубля не выделяется для башкирских пчеловодов. Поэтому бортьевики – это высшая каста в пчеловодстве. То есть, нужно поддерживать всех пчеловодов, и многие из них переориентируются в том числе на бортьевое пчеловодство. То есть, нужно говорить в целом о всем пчеловодстве. Свои предложения по изменению закона о пчеловодстве также готовит генеральный директор Башкирского научного исследовательского центра по пчеловодству и айпотерапии, депутат Государственного собрания Амир Ишимгулов. Амир Аминь Ахмедович, мы вас приветствуем. Ваша версия изменений положений закона о пчеловодстве Республики Башкортостан. – Добрый вечер. Была предложена бортьевая пчеловодство семья. Бортьевая пчеловодство семья – там нет ни действующего закона о пчеловодстве, ни рекомендованного варианта изменения дополнительного закона о пчеловодстве. Данный термин не используется. А раз не используется, мы не имеем права его включить именно в закон. А закон включается в те термины, которые сегодня в законе есть или в предложенном варианте. Рекомендуем исключить, конечно, бортьевое пчеловодство и абортничество. Такие термины тоже нет необходимости использовать. Есть правило содержания пчеления семей федеральной. Поэтому учет пчеления семей сегодня нельзя регламентировать, как сказать, внутри нашей республики. Главный вопрос – это статья 23. Нам было предложено, как сказать, приоритетной породой для разведения на территории нашей республики Баштан читать башкирскую породу меданцев пчел. Это местная пчела, мы предлагаем. А они предлагают, Шагапоя предлагает для приоритетной породы для разведения на территории нашей республики Баштан читать темно-лесную породу. Темно-лесную породу. Это как объединенная. В темно-лесную породу входят и другие, не только наша бурзианская бортьевая пчела, башкирская порода меданцевых пчел, туда входят и многие другие породы, которые размножаются в других регионах Российской Федерации и в других странах мира. Вопрос сегодня стоит второй части в отношении расширения территории заповедника Шурганташ для сохранения бурзианской пчелы. Вот такой вопрос ставится. Я говорю, сегодня расширение территории заповедника Шурганташ не даст возможности, это не дает возможности в отношении сохранения бурзианской пчелы. Для сохранения и воспроизводства бурзианской пчелы или башкирской породы меданцевых пчел сегодня необходимость или направленность заниматься техническими методами. Спасибо, понятно, Амир Ахмедович, спасибо за то, что он тоже принял участие в нашей программе. Я знаю, у Сергея Георгиевича есть что сказать к услышанному. Я не согласен с позицией выступающего. Здесь скрытое лоббирование своих интересов, речь идет о башкирской породе пчелы, которая сейчас за последние годы не была подтверждения генофонда этой пчелы. И ряд ученых, да, я тоже разговаривала с учеными. Таких ученых, федеральных ученых, они не согласны с введением в реестр этой башкирской породы пчелы. Она существует только на бумаге. У господина Шамгулова нет пасек в пяти районах, как требуется по закону о породном пчеловодстве. У него нет пасек, которые бы стояли вдали от деревень в радиусе 20 километров. То есть у него полное нарушение всех правил. Сергей Георгиевич, это понятно, а вот то, что он говорит про вы узаканиваете, получается темный подвид пчелы, если я сейчас правильно. Можно, да, в защиту все-таки вот этого пункта, я потому что являюсь именно лоббистом уже вот этого пункта в том числе, как и всего в целом законопроекта, я хотела бы вот свою позицию. Почему? Я тут все-таки опираюсь на людей, на наших ученых, которые являются очень носителями глубокой информации в этом вопросе, скажем так. И достаточно логично было объяснено и до нас нанесено, что именно вот этот подвид, так называемая пчела, да, среднерусская, она является наиболее устойчивой и к морозам нашим суровым. Ведь самое главное основание, это чтобы вот эта пчела выживала зимой. Вы видите же вот по картинкам, где они должны выживать без участия человека. Да, но Амира Шемголов, насколько я... И к тем же самым болезням, о которых он говорит, именно вот этот подвид пчелы, он наиболее устойчив. А все, что речь идет о тех породах, которые вот сейчас обсуждаются, да, так называемая башкирская медоносная пчела, я так понимаю, что все-таки это не без участия человека, все-таки это выведенная порода, и она, естественно, является уязвимой. Но я еще дальше хочу сказать, вот специально, я еще раз подчеркиваю, я не являюсь глубоким специалистом в этом вопросе, поэтому мы вот в ближайшее время собираем... Но вы консультируетесь с учеными. Консультируюсь с учеными и полагаюсь именно на их исследования и на результаты их трудов. Поэтому мы и себе позволили выйти в законодательные инициативы, потому что вот лично меня уже дальше убеждать в этом не надо. Я была на всех этих местах, где эти бортевые колоды висят, я видела эти деревья, как заниматься этим бортевым пчеловодством, и что там происходит, я это понаслышке знаю. Амира Шемголов говорит о том, что темная порода пчелы, это не только бурзианская пчела, это и африканская пчела, и еще какая-то... Ну вот я поэтому говорю, мы собираем специально круглый стол, рабочую группу по обсуждению вот этого законопроекта с участием генетиков, ученых. И, в принципе, Амир Аминь Ахмедович, мы, конечно же, туда тоже пригласили, чтобы они, я ни в коем случае, вот я хочу только в качестве модератора выслушать и дать площадку, чтобы каждый из ученых смог, нас, вот, чиновников, от которых зависит это принятие, депутатов, от которых зависит принятие этого закона, чтобы они смогли нас убедить. Если Амир Аминь Ахмедович, оппонируя этим ученым, сможет доказать и убедить нас, то, возможно, мы поменяем свой взгляд. Это мероприятие произойдет, и если нас недостаточно какая-то из сторон не убедит, я думаю, что мы даже уже думаем о том, что к российским ученым обратиться, чтобы разрешили наш спор. Потому что медлить с этим вопросом уже дальше нельзя. Какие еще спорные, острые вопросы возникают в ходе обсуждения изменений для закона? Тут есть еще один спорный момент, то, что мы предлагаем, там есть пункт, вырубка, запрет вырубки вот этих вот деревьев, где висят колоды и находятся борти. И следующим идет учет вот этих деревьев, выдача правоустанавливающих документов и так далее. То есть концептуально мы с Министерством лесного хозяйства все это проговорили. Первично они, конечно же, отрицательно, потому что все это, чтобы не легло на их плечи, а мы знаем ситуацию достаточно тяжелую и с лесниками, и так далее, это все понять можно. Но с вырубкой они полностью согласились, и учитывая тоже глубокое понимание вот этого самого вопроса, что его надо решать, от них уже конструктивные предложения по механизму, выработать механизм, уже поступили. Еще необходимо расширить границы заповедника для сохранения бурзиатской челы. А вот это уже вторая часть, я так и говорю, что первая только часть, это законопроект. На телефонной связи директора заповедника Шульганташ Михаил Косарев. Михаил, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для чего нужно расширять границы заповедника? Расширять границы заповедника Шульганташ на север-запад нужно для того, чтобы создать более-менее приемлемые условия для временной работы. Потому что с севера, с востока и юга к заповеднику подошли дороги, по которым все равно кочевки с пчелами осуществляются, пчелы здесь уже немножко попорчены. Ну и плюс, это нужно для того, чтобы лучше сохранять биоразнообразие там, где мы людям жить не мешаем. Потому что заповедники в силу строгого режима, конечно же, создают определенные трудности для местных населений. У нас в Бурзиане даже есть достаточно большая группа людей, которые не любят заповедники, охотиться нельзя, попасти нельзя, лес рубить нельзя. Сегодня кто мешает? Ну, прежде всего, ведомственная амбиция. У нас Миндисход всегда под любым предлогом даже не хотел, чтобы охранные зоны на заповедниках появлялись, хотя они по закону требуются. И сегодня ни один заповедник в Башкирии охраны зон не имеет. Они всегда принимали штуки, любые попытки решили заповедников. Но, наверное, потихонечку мы найдем общий язык. Понятно. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, ваше пожелание к изменениям закона о пчеловодстве? Первое, значит, создать механизм, предотвращающий ввоз под любым предлогом в Бурзианский район и на территории Башкирского Урала. Это еще дополняется там часть миллионов Башкирского района. Пчел со стороны, потому что практически все пчели на себе со стороны, они митизированы. Второе, это планомерная селекционная работа в зоне резервата. Постепенная замена маток на селекционно улучшенных семей, которые подлежат в обраковке. По результатам бандеровки мы эту работу третий год начали. В этом году стали немного передавать матки в соседних хозяйствах. Четвертый, значит, создание механизма общественной поддержки в Бузианском районе она уже есть. В Медузовском, Куварчинском там все гораздо сложнее. Там люди в основном все покупают. Не могу не спросить у вас, 4 года назад вы запустили медовые туры. Насколько популярно, насколько прибыльно это новое направление туристического бизнеса? 4 года мы этим занимаемся, учим место населения. Сейчас уже многие нашли своих клиентов. Таких туров немного, но у нас практически не хватает бортей на тот объем заказов, который идет. Тем более, что в последние годы численность бортевых пчел стала уменьшаться резко. Очередная депрессия длительная идет. Вот ежегодно мы где-то отрабатываем от 4 до 8 туров в заповеднике. Реализую примерно от половины до 1 трети бортевого меда по ценам более высоким, чем если продаем готовый со склада. А люди некоторые повторно приезжают. Недовольных пока вроде не было. Спасибо большое. Если про цены, кстати, говорить, то бортевой бурзианский мед, он где-то в 8 раз дороже обычного, да? Правильно я считаю? Это самый дорогой мед, считать можно по-разному. Это самый дорогой мед. Ну и, к сожалению, со всеми вытекающими последствиями очень много подделок. То есть столько меда не производится, сколько его продается и в Башкирии, и на территории Российской Федерации. То есть мы можем говорить, что имидж уже есть положительный, бренд уже есть, не есть. Узнаваемость имидж есть, спрос очень высокий. Спрос рождает предложение, поэтому и такие цены получаются. Когда уже будет выгодно и интересно инвестировать в медовый бизнес, в бортевое пчеловодство? Когда у нас на экспорт будут покупать бурзианских пчел? Вот приблизительные прогнозы. Ну сложно, наверное, такие прогнозы давать, но над этим нужно работать ежедневно. И база, вот если у нас, я еще раз говорю, вот почему закон-то сейчас такой, что в любом случае с чего-то надо начинать. Закрепляя сами понятия, и признавая на законодательном уровне, что у нас этот промысел есть, что он нам важен, что он нам нужен, мы уже открываем пути для дальнейшего. Следующим предложением от практикующих пчеловодов, от наших ведущих пчеловодов, может быть, как раз будут проект для улучшения в этой области инвестиционных каких-то климата, именно инвестиционного климата в этой области, понимаете? Уже понятия будут. Но в данный момент для инвестора это больше имиджевое дело. Это сейчас большие риски, для инвестора это серьезные риски, последние 2-3 года. Но тем не менее интерес есть? Интерес, понимаете, есть, мы говорим про место населения, то есть от иностранцев как готовый продукт, как место притяжения, как визитная карточка республики, и России в том числе, это да. Но рисковать сейчас инвестициями никто не будет. Но мы можем говорить об имиджевых вложениях? Говорить, конечно, можно. Я думаю, вот в преддверии Апимонде это тоже достаточно, как мы это преподнесем. Ну, действительно, можно вот развернуть это, сейчас очень модным становится экологическая продукция, так ведь экологичный продукт. А вот бортевой мед, он как раз-таки, наверное, если его стоять на ступеньке, он, наверное, самый первый стоит в этом ряде экологических продуктов. Спасибо большое, не все успели обсудить. К сожалению, пора заканчивать. Вы смотрите РБК УФА, это была программа «Дело». Сегодня мы обсуждали изменения, которые в настоящий момент вносятся в закон о пчеловодстве Республики Башкортостан и касаются защиты бурзианской пчелы. После обсуждения законопроекта с экспертным сообществом он будет внесен на рассмотрение республиканского парламента. Программу провела я, Елена Сорокина, а наши сегодняшние гости – инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова. Руфина Альковна, спасибо, что вы пришли к нам в студию, уделили время. Да, и генеральный директор группы компании «Башкирские пасеки плюс» Сергей Малюков. Сергей Георгиевич, вам тоже спасибо. Всего доброго, успехов вам в вашем непростом и нужном деле.